Народный турнир по гандболу среди юношей 2002 года рождения, посвященный Дню Победы, проходит и подходит к своему завершению. В предпоследний соревновательный день было сыграно 5 матчей, пока лидирует сборная Беларуси. Продолжит тему Юлия Селепицкая. Юношеский спорт интригует своей непредсказуемостью. На кону у этих мальчишек большой кубок турнира, который посвящен Дню Великой Победы. Поэтому стать первым жаждет каждый. В турнире определились лидеры сборной Беларуси и команда Минска, оставившие позади промежуточного протокола российских гостей. Именно эти команды в четверг встречались друг с другом. Со счетом 33-25 победа досталась сборникам. Все участники турнира 2002 года рождения. И именно на них делает огромную ставку в будущем белорусский тренерский штаб. Потому что 2002 год готовится выступить и представить Республику Беларусь на первых, на европейских летних юношеском фестивале, который пройдет в 2019 году. Поэтому очень огромное значение мы придаем этому году и хотим все-таки победить. Гости привезли 4 дружины, в частности которых и чемпион России Волгоград. Такие турниры и вообще в принципе турниры они нужны. Чем больше дети играют, тем больше игровой практики они получают. И соответственно лучшие результаты смогут показывать в будущем. Помимо участия в гонбольных баталиях, ребята посетили ряд памятных мест. Ведь благодаря победе прадеда в Великой войне, они сегодня могут заниматься спортом. Ребята к этому относятся с большим пониманием. И без... это ихняя инициатива была. Они побывали в городе Герои Минске и с удовольствием пришли сюда на площадь, здесь фотографировались. Неважно, кто из этих ребят станет обладателем главного трофея. Ведь все они дети большой дружной семьи под названием спорт.